Были времена, когда один из торговых путей Запад-Восток шёл по северу Чёрного и Каспийского морей мимо Аральского моря вдоль реки Амударья к богатым городам Центральной Азии. Вдоль дорог встречались караван-сараи и колодцы, где отдыхали между переходами люди и животные. На земле древнего государства Хорезм, недалеко от Амударьи, на вершине холма, стояла сторожевая крепость Ая-Скала. Её начали строить в IV веке до н.э., а на долгое время охраняла северные рубежи. Внизу, под горой, остались руины. Возможно, это была стоянка для путников. Однажды здесь остановились купцы, которых вёл караван Баши. Мой караван остался на постоялом дворе. Сам я поднялся на крепость Ая-Скала. Стражники поведали мне об этом месте на окраине пустыни Кызылкум. Отсюда путь на Хорезм закрыт для набегов хачевников с севера. Обрывы и стены защищают пограничную твердыню. Первые ворота ведут в небольшой двор, окружённый высокими стенами и башнями. Лучники сверху могли обстреливать неприятеля. Вторые ворота, внутрь цитадели, там жильё для воинов, мастерские и хранилища на случай осады. Начинает темнеть. Я попрощался с начальником стражи и вернулся к шатрам под горой и устроился на ночлег. Удивительный сон перенёс меня в город-призрак. Древняя Хива – некогда столица Хорезма. С минорета Ислам-Хаджа окунёмся в историю этого края. В X веке Хива упоминается в летописях как небольшое поселение. Всё изменилось в конце XVI века. Река Амударья из-за природных катаклизмов изменила своё течение. Вода отступила от столицы Хорезма, ныне старого Ургенча, и потекла по новому руслу. Внизу видна крепость Ичан-Кала, которой почти две с половиной тысяч лет. За это время она неоднократно ремонтировалась и меняла свой вид. Только в фантазиях можно представить, какой она была в прошлом. Хива стала новой столицей. Она быстро строилась и преображалась. Появились мощные стены и дворцы, мусульманские святыни и школы, а также жилые кварталы. Протяжённость оборонительных стен более двух километров. Это глиняные валы и башни, снаружи из сырцового кирпича с добавлением соломы. Башни отличаются от европейских тем, что в них нет внутренних помещений. С четырёх сторон света в Ичан-Кала ведут ворота, восстановленные по старинным рукописям. Рано утром очнулся от видений. Караван готов двигаться дальше. Недалеко от Ая-Скала находится ещё одна крепость. В это время там была ярмарка. Мы остановились показать товар и приобрести что-нибудь восточное. Внутреннюю площадь окружают стены из глиняных кирпичей, верхняя часть с зубцами и бойницами. Вокруг площади разные помещения со сводчатыми перекрытиями. Недалеко роскошный дворец правителя. Говорят, в нём большой зал с колоннами, храм и великолепные комнаты. После дня базарного шума караван устроился на ночлег. За ходом солнца тишина опустилась на стоянку. Только дозорные перекрикались между собой. Во сне мне снова приснился чудесный город. Жемчужина Хивы Минарет Кальта-Минар или Короткий Минарет. В середине XIX века узбекский правитель решил увековечить память о себе. По его плану начали строить самый высокий и богато украшенный Минарет в Центральной Азии. Высота должна была быть 70 метров, диаметр основания 15 метров. Башня сужалась вверх для устойчивости при землетрясении. С внешней стороны она выложена плиткой и узорами. Время шло, хан умер. Строительство остановилось на отметке 29 метров. Всемирно известный Минарет Кальта-Минар остался короткий навсегда. Зато другой Минарет Ислам Хаджа второй по высоте около 60 метров. Поднимемся по узкой лесенке. Сверху открывается вид на древнюю столицу. В Хиве среди красивых зданий выделяются учебные заведения. Столетия назад в городе было около 30 медресе духовных семинарий. В Харезме возникли научные школы по астрономии, математике и медицине. В них работали и преподавали многие мудрецы Востока. Утром караван пошел дальше. К концу дня пути добрались до столицы Харезма Топрак-Кала. Вечером я отправился туда. Мимо стражников вошел в замок резиденцию царя. Вокруг крепостные стены высотой 20 метров с квадратными башнями. Центральные улицы соединяются с узкими проулками жилых кварталов. В них много домов, хозяйственных построек и небольших святилищ. Несколько тысяч человек проживает в замке. Многие работают в охране и в домах богачей. Дворец правителя возвышается могучей громадиной. Люди рассказывают, что его залы и комнаты богато украшены росписями и глиняной скульптурой. Меня порадовала большая базарная площадь, пустая в это время. Уже в темноте я вернулся к стоянке и сладко уснул. Во сне и очутился в том же прекрасном городе. Хива с 17 века столица Хорезма и крупный центр на торговых путях. Здесь велась торговля не только роскошью, но и рабами. Ханство вело постоянные войны с соседними племенами и государствами. С 18 века начались постоянные конфликты с Российской империей. Потери были с обеих сторон. В 1873 году русские войска генерала Скобелева взяли штурмом Хиву. Хорезм признал власть белого царя Александра II. отменилось рабовладение и русские купцы получили право беспошлиной торговли. Наступил мирный период. В революционный 20 век установилась советская власть в этом крае. В наше время город расположен в республике Узбекистан. Тревожный сон прошел, мы собрались в дорогу. Через несколько дней дошли до небольшого городка. Солнце зашло за горизонт. Я бродил по опустевшим улочкам. Передо мной, как мираж из сна, вставали дивные здания города-призрака. Жители называют его Хива. Завтра по караванному пути мы отправимся дальше, в Бухару и Самарканд. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok